Друзья, рад вас всех видеть. Присаживайтесь в любви. Всех тех, кто смотрит нас онлайн, кто смотрит нас на других телекомпаниях и везде, где можно, мы вас приветствуем. Хорошо, что вы присоединились. К сожалению, этот ковид, он так и косит людей. Я знаю, что кто-то... Умерли у нас некоторые люди, ну, из пожилых людей. У нас, я имею в виду тех членов общины. Могу, извините, не знаю просто деталей. Мне так совестно, я забыл, как сестру зовут, но это Олега Ксавель, его мама умерла. Татьяна Павловна, да, Татьяна Павловна умерла. Очень жаль, очень жаль, это из таких людей, кого мы хорошо знаем. Община-то, конечно же, большая, но все-таки, вы знаете, давайте не скорбеть об умерших так, как не имеющие надежды, как Библия говорит. Поэтому мы знаем, что человек сейчас на небесах. Вы знаете, а на хорошую, если ноту сказать, то у нас как-то есть молодежь, которая растет, которая какие-то свершения делает. Для меня приятно было узнать, что сегодня, что вот Петя Ковылкин участвовал на соревнованиях, они заняли второе место в Сербии. Международный был футбольный матч? Международный футбольный матч. Слушайте, дети у нас вот играют в Сербии, второе место занимают. Ну, наши ребята, приятно. Вот, потом Кристина Шарова заняла первое место на конях скачет. Чего там? Я туповат в этих во всех вещах, простите. Чемпионат Московской области, она заняла первое место. Первое, слушайте, Вася, это вообще серьезно. Потом приятно было также осознавать, что наша молодежь сейчас в ТикТоке, и вот я знаю Таня, она выставляет короткие ролики о Христе, о церкви. Вообще люди спорят, лезут, разговаривают. Слушайте, если ТикТок считается такой площадкой, такой вот развратной, почему бы нам туда как раз не прийти и не проповедовать там? И молодежь идет, делает на своем уровне, на хорошем. Аминь. Меня это не может не радовать. Следующий момент. У нас, друзья мои, 20-го числа у нас реэнкаунтер. То есть такой инкаунтер однодневный для лидеров домашних групп, друзья мои, и для всех служителей, ну, кто несет ответственность. Поэтому, друзья мои, приезжайте, приходите, и у нас будет здесь время посвящения такого, знаете, обновления внутреннего. А в пятницу какое у нас было поклонение, а? Кто был? Какое поклонение! Вот мы так хорошо как-то поклонялись, славились. Знаете, это не воскресное богослужение. Там не было вот съемок в интернете. Поэтому можно было как-то вот повеселиться перед Господом. И вы знаете, меня что веселит и удивляет в хорошем смысле? Что вот евангельская культура, она вот чем прекрасна, что у нас есть в прославлении, в музыке есть реальный элемент радости. И это не само собой появилось. Надо понять, что мы это черпнули из раннего христианства, а христианство пришло из иудейской культуры. Слушайте, евреи на протяжении всех столетий, они всегда радовались в поклонении. Всегда. Это часть их культуры. Ты никогда ребенку еврейскому не объяснишь, что нужно сделать пост на лицо и петь какие-то средневековые, знаете, заумные гимны. Не поймет, потому что у них всегда это было, ну, радуйтесь пред Господом. Почему? Потому что они читали псалмы. Псалмы все это набор песен. И там такие слова, ну, я не знаю, служите Господу с весельем, приходите во дворы Его с хвалою. Там вот эти радость, хвала, веселье на каждом шагу. 150-й псалом. Наверное, столько инструментов нет в природе, сколько там перечислено, на каких надо славить Господа. И люди же читают текст и понимают, ну, значит, надо так его и славить. Вы знаете, откуда слово даже шабаш пошло? Вот люди часто не знают это слово шабаш, говорят там, а, там, шабаш, ведьма и так далее. Это наша психология такая больная. На самом деле, в былые времена, вот в средние века, представьте средневековую Европу, где вот депрессия, это часть богослужения, вот это все со свечами, вот эти песнопения. И вот это все очень сложно было. И представьте, в субботу, вдруг евреи уходят в какую-то небольшую синагогу, в субботу, и там происходит какое-то действие, шумное какое-то, скрипки там играют, барабанщики стучат. И они выходят оттуда, их спрашивают, что у вас там? Они, шаббат. Шаббат это суббота. Это мы потом ее в шабаш превратили. Саббат, суббота, шабарш, шаббат. Они говорят, шаббат, они, а, так вот у вас там шабаш, вы там веселитесь, пока мы тут в депрессии ходим. Евреи смогли каким-то образом богослужения делать радостными, даже когда им было тяжело. Даже когда их убивали, вот в это время они продолжали славить Бога, вот именно на понятном, вот на понятном мажоре. Друзья мои, нам нельзя это терять. И вот евангельская культура, она мне так нравится. Когда люди к нам порой приходят, говорят, а что у вас как концерт? А тебе что, концерт что ли не нравится? Ну что тебе концерт? Что мы должны? В средневековых одеждах, что ли, ходить? Ну почему Моргенштерн может трусак бегать и там, не знаю, из рогатки стрелять? Что угодно творить современными музыкальными орудиями. А мы вот так и должны в каких-то подвалах, должны какие-то маргиналами быть, залезть куда-то, что-то в черно-белом и хриплыми голосами петь непонятно чего. Нет, мы не будем. Мы будем нормально. Вон у нас экран красивый, чтобы все было хорошо. Конечно, мы не хотим догнать, знаете, этот мир. У нас цели нет догонять вот кого-то. Мы их никогда не догоним. У них всегда будут самые крутые перформансы. Ну понятно, там в трусах можно, что хочешь, можно делать. Но, что мы можем сделать? Мы можем по духу не уступать. Вот это можем. По духу. Можно противостать своим хорошим духом. Аминь. Вот на этой доброй волне перейдем к Слову Божьему. Итак, друзья мои, сегодня мое слово, которое должно быть вдохновляющим, ну, конечно, в некоторой степени оно провокационное, оно так и звучит. Самые, да, вот правильно, Константин, ты подошел, меня очень смущает этот момент. Ребят, не снимайте меня никогда. Пожалуйста, удалите, удалите. Константин, скажи, что подалили, ладно? Удалите, пожалуйста. И никогда меня не снимайте. Тем более на видео не снимайте. У нас есть видео, пожалуйста, вы можете там, не надо, вот на телефон меня снимать. Итак, друзья мои, возвращаемся мы к... Вот представьте, вот из-за вас, из-за ваших съемок я сбиваюсь. Почему вы все должны страдать из-за этого? Итак, мое слово сегодня звучит, самые важные инвестиции. Самые важные инвестиции. И сегодня, наверное, ленивый только не говорит об инвестициях. Сегодня мир вообще, мир инвестиций. И сейчас, наверное, кто нас смотрит и слышит эту первую фразу, думает, все, докатились. Уже в церкви с кафедры об инвестициях. Куда вкладывать, куда не вкладывать. Да слушайте до конца. Но дело в том, что инвестиции – это вообще современное слово, обозначающее вложение с получением прибыли. И вот удивительно, что уже на страницах Библии я вижу этот интересный посыл о том, чтобы мы во что-то вкладывали и получали прибыль. И вот есть интересная история, интересная притча, которую Иисус рассказал. Мы не будем ее всю читать, потому что речь не об этом. Но Иисус рассказал про таланты. И суммируя ее достаточно быстро, там была такая история, что управитель один уходит в другую страну, в другую землю, подзывает своих трех слуг. Одному дает пять талантов, другому два, и одному один талант. Итак, мы видим вот эту историю с талантами. Таланты, на самом деле, это была мера веса драгоценных материалов, которыми можно было рассчитываться, как с сегодняшними деньгами. Соответственно, одному он дает вот пять талантов серебра, другому два, и другому один. И говорит, ребят, ну распорядитесь как-то, в меня ему распорядитесь. Интересно, что потом, когда управитель возвращается, это Иисус рассказывает историю, не забывайте, не кто-то, это Иисус. Это не Бодо Шефер, не Киасаки, а наш господин, которому мы поклоняемся. И он говорит, вот который пять получил, сколько ты мне вернешь, тот говорит, вот десять, второй, который два вернул, четыре. Соответственно, у которого был один, он его закопал. И вот, если заострить внимание, только на одной фразе, то мы увидим, что он говорит. Он говорит ему, смотрите. Ой, так, 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 подождите. Да что ж такое? Вот, Матфея 25, 17, написано. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, смотрите, управитель говорит этому слуге, который закопал талант. Он говорит, ты должен был отдать мое торгующим, чтобы я получил с прибылью. Другими словами, вот здесь мы видим, сам Иисус говорит, ребята, прибыль должна быть от всего. А почему он так говорит? Да потому что весь мир, по большому счету, имеет один механизм интересный. Механизм умножения. Вот что бы ты живое не увидел вокруг себя, оно всегда имеет тенденцию умножаться кратно. Все, все живое умножается. Я помню себя, там, знаете, в возрасте 8 лет, я как-то люблю аквариумы, и сейчас вот к тематике такой, как раз у меня вот дома аквариум, я вчера его почистил, и у меня вот эта мысль пришла. Думаю, завтра на прокведи скажу. Когда я, не скажу, что я фанат аквариумов, люблю больше смотреть. И вот я помню, я поставил свой первый аквариум и посадил маленькое растение в леснере. Она длинная такая была, ну, маленький кустик. И штук 5 гупешек, простейших таких рыбок, простейших. И вот я помню, что через год их пребывания в моем аквариуме, их стало так много, что я реально встал с проблемой, что мне с ними делать. А из этого пучка разрослось по аквариуму столько травы. Но я маме говорил, что делать-то, выкидывать жалко, это живое, оно ж умрет, а делать чего не знаю. И вот тогда мой детский мозг 8 лет зафиксировал, что как все живое быстро и кратно умножается. Слушайте, закон сейни и жатва. Каждый человек понимает его, что что ты посеешь, то и пожнешь. Мы настолько привыкли к этому, так же, как к слову таланты. Мы говорим таланты, подразумевая под ним какие-то навыки, умения, ну и так далее. Говорим, талантливый человек. А ведь если с библейского языка перевести, то это будет звучать как денежный человек. Ну раз талант, мера веса, денежных средств. Говорит, ну денежный. То есть человек научился продавать свои навыки, свои дары каким-то образом. И их монетизировать. Так вот, друзья мои, все, что мы сегодня сажаем, все, что мы сегодня продаем, все, что мы сегодня вкладываем, завтра по божественному великому закону умножается кратно. Так возникает простой вопрос. Так во что же мы должны инвестировать в нашей жизни? И если ты сегодня это слово инвестиции услышишь, оно будет трактоваться исключительно, в ключе финансов. Исключительно. Люди понимают деньги. Люди любят деньги, в конце концов. Люди свое счастье связывают с деньгами. Вот по этой неведомой мне причине практически все притчи Иисуса, ну может не все, но процентов 80 смело, постоянно в сравнении с деньгами. Я диву даюсь, если вы почитаете, вы увидите о прощении он приводит, пример, с деньгами. Спасение душ, и то сравнивает с деньгами. Помните, как в Писании сказано, ему говорят, да, Иисус говорит, об одном грешнике кающемся будет столько же радости, и потом. Как вот одна женщина потеряла монету, мила-мила там, искала ее, и нашла свою монету. Позвала соседок и говорит, нашла потерянную деньгу. Вот так будет радости на небесах много об одном грешнике кающемся. Даже спасение, и то о деньгах. Ну почему так? Почему здесь про таланты? Потому что человеку как-то вот близко это понятие инвестиций, вложений и так далее. Так вот, и вот теперь, что же самое важное? И вот, рассуждая об этом, я пришел к такому простому выводу. Надо прям людей в церкви учить реально вот всеми самым важным инвестициям в жизнь. Семи, самым базовым. Моя задача как пастора, друзья мои, не веселить вас, не вдохновлять по воскресеньям. Задача священнослужителей и пастора в том, чтобы человек сам научился ходить в жизни со Христом. Вот сам лично, каждый день, сталкиваясь с искушениями, с трудностями, с болезнями, с вызовами, вы находили утешение и ответ у Бога. Они постоянно прибегали на воскресное собрание, а то порой и затянет вас так, что вы в воскресенье забудете приходить. Сами должны научиться. И вот опять притча, как мне нравится. Первая инвестиция, самая важная, первая номер один. Вот запомните ее, самая важная инвестиция, куда вы должны вкладывать. Эта инвестиция, оставлю интригу, и мы скажем с вами, вернемся опять к притче родной. Не будем опять всю, слишком много. Иисус опять показывает притчу. Он говорит, был один человек. Ой, Иисус рассказчик. Вот реально, притча говорит, а это так прекрасно, до сегодняшнего дня работает. И говорит, был человек, и сказал, сломаю амбары все свои, построю новые, соберу все в житнице свои, такие слова, древние, старые, соберу зерно, еду и так далее. И так как у меня всего много, буду есть, пить и веселиться. Скажу, душа моя, радуйся и веселись. И вдруг Иисус дает оценку и говорит, безумный, сегодня ночью у тебя душу заберут. Кому достанется все это? Итак, и Луки 12, 21, четкий теперь стих прям прочитаем в конце этой притчи. Луки 12, 21. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Итак, первая и самая важная инвестиция, это инвестиция в вечную жизнь. И вот в этой притче Иисус показал целое мироздание, которым сегодня люди живут. Сегодня ты почитаешь всех этих вот звучных авторов, которых я уже сегодня называл авторов. Они всегда ведут одну простую мысль. Как бы жить так, чтобы зарабатывать, вернее не зарабатывать, а получать много, ничего не делая. Потому что зарабатывать подразумевает, что ты работаешь. А это вот как достичь финансовой независимости. Как сделать так, чтобы у тебя было столько вложений, чтобы питаться тебе с инвестицией, но при этом ничего не делать, у тебя появлялось много времени на хобби и отдых. Это вот цель номер один. Наверное, ничего плохого в этом нет. Я ни в коем случае не сужу. Но люди как бы делают подмену понятий, подразумевая, что вот тогда ты будешь счастливый. Вот ты заработаешь. И я огромное количество людей знаю вокруг себя, не говорю, что в церкви, но вообще людей, которых я встречал, которые уже достигли этого уровня. Уже. Они каким-то образом заработали большое количество денег, как-то счастливым образом их деньги пришли, кому-то наследство, но большое количество денег. И что люди делают? Они вкладывают какую-то недвижимость, какую-то индустриальную недвижимость, какие-то магазины, с площадки сдают, до квартиры просто сдают. Сдают и получают с этого финансы. И они живут в ус не дуют. И кажется, ну все, человек достиг вот этого. Вот об этой притче. Эта притча именно об этом и говорит. Но возникает сразу вопрос, подожди, а когда ты умрешь, что будет? Вот ты задумывался, что безумный Иисус дает оценку, говорит, ну ты заработал, все нормально, но сегодня ночью твою душу заберут. А что ты взял, что сегодня ночью? Ну завтра. А что ты взял завтра? Ну 10 лет. А что тебе? Да 50. Слушайте, вы должны понять, что статистика смертей очень жуткая. На земле жило 10 миллиардов человек за историю человечества. Ой, простите, 100 миллиардов. Около 100 миллиардов человек жило. Сейчас на земле 7 миллиардов сверху. Так вот из тех 100 миллиардов человек ни один не дожил до сегодняшнего дня. И не вошел в число сегодняшних 7 миллиардов. Статистика смертей звучит удручающе, как я всегда говорю. Из 100 человек, оказывается, умирает 100. И вот когда ты думаешь об этом, думаешь, ребята, а что ж вы заработали столько денег? Вы заработали, вложились, в ус не дуете. А самую главную инвестицию в небесное царство вы не сделали. Иисус из самого начала говорил, ищите прежде царство Божьего и правда его. Вот ищите царство его законов. Апостол Павел потом пишет, «Сеющий в плоть свою, от плоти поржнет что? Тление». Прям апостол Павел говорит, тление поржнешь, вкладываешь в плоть, плоти развалилась, постарела. Вот вы должны понять, сколько бы вы на диетах не сидели, какими таблетками вы не питались, какие бы пластические операции не делали, сколько бы подкожный жир не убирали, спортом сколько не занимались, сколько не мазались, все равно вы умрете. Нет таких средств на земле, чтобы вот какая-то таблетка продлила тебе жизнь в вечность. Нету, все равно умрешь, что бы ты ни делал. Жутко, так ведь? Зато будешь красиво выглядеть, как муми Тутанхамона через 3000 лет. Красивый лежишь. И вот знаете, грустно все это, очень грустно. И еще грустнее от того, что большинство людей эту инвестицию совершенно игнорируют. Игнорируют свой дух, игнорируют молитву, игнорируют чтение Писания. Да, тяжело. На фоне современного мира, да конечно тяжело молиться, никто не молится, а ты должен молиться. Да конечно тяжело идти в церковь, когда вокруг люди у виска крутят. Да конечно тяжело хранить семью, когда вокруг столько привлекательных и бесподобных. Конечно тяжело. Кто же тебе сказал, что легко, что нам Иисус сказал, что мы будем идти по жизни посвистывая и поплевывая? Да нет, нам никто не обещал легкой жизни. Но счастливую жизнь обещали. Господь обещал. Так вот вкладывая в дух, ты пожнешь жизнь вечную. И апостол Павел об этом сказал. Сеющий в плоть пожнет тление. Сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Друзья мои, сейте. Сейте в дух. Сейте в молитву. Никогда молитва не бывает потерянным временем. Никогда. Никогда чтение Писания не бывает потерянным временем. Хотя дьявол будет тебе именно это говорить, что ты теряешь свое время. Аминь. И вот думаю на этом сейчас поставим точку. Второе важное. Инвестиция. Вот так просто рассуждая в своей жизни, я как-то понял, что вторая важная инвестиция это здоровье. Как раз то самое, про которое я только что так говорил. Про плод. Вы знаете, я подумал, действительно, столько много больных людей вокруг. И мы, конечно, молимся об исцелении. Мы верим в исцеление. Иисус все, что делал в своем служении, он только исцелял, исцелял больных людей. Вы знаете, болезнь всегда приносит скорбь. Безусловно. Само собой. Иметь больного человека в семье, это трагедия. Я как-то подумал, думаю, знаете, вот не дай бог со здоровьем что-то случится. Это семья вокруг тебя, она страдает. И я знаю, что это такое. У меня у самого было и с сердцем проблемы, и так далее. Вообще, вы знаете, я как-то однажды понял, что перспектива прожить долгую жизнь, вот у меня, она очень туманная, из самого детства. Я всегда и болел, и страдал. В 40 лет мне уже стенд в сердце поставили. И вообще, к врачу приходишь, врач всегда, ух ты, ах ты. И мне говорят, ну ты вроде бегаешь, спортом занимаешься. Так поэтому и занимаюсь, потому что я бы уже давно кони двинул. Вот как-то и стараюсь инвестировать в здоровье, чтобы каким-то образом продлить свое земное существование и сделать существование людей вокруг меня более комфортным. Сегодня, кстати, мне было приятно от моих инвестиций. Знаешь, бывает, встаешь порой, как несмазанный терминатор. Утром тяжко там, пока гимнастику какую-то не сделаешь, ничего не можешь. Потом раз, подкрасишься, помажешься вроде, да. И как-то раз, собрался, еду. Сегодня еду утром на машине, на первое еще богослужение еду. И стоят полицейские, прямо посреди дороги стоят. Операция Бахус. Бахус – это бог виноделия, знаете, пьянь вылавливать. И вот я еду, полицейские, вправо там, влево, куда. Да, я раз сижу в машине, полицейский ко мне такой подходит, взял у меня права, такой смотрит, права. Такой, Павел Алексеевич, хорошо выглядите, не буду вас заставлять дышать, понимаю, что у вас все в порядке. Я говорю, да, спасибо, спасибо. Ему говорю, не часто мне комплименты делают. Он такой, а нам-то уж вообще не делают. Он такой в шапке стоит, я ему говорю, ну вы тоже неплохо выглядите. Он, не льстите, Павел Алексеевич, не льстите. Я вчера бухал. Вы знаете, я в этот момент стоял на него, смотрел, пропитался какой-то любовью, вообще к полицейским даже. Думаешь, вот их шпыняют постоянно. Знаешь, вот они враги как будто нашего государства все. Они обычные люди, которые точно так же нуждаются в любви, в каком-то отношении добром. И еще раз откровение получил, что ему комплименты никто не делает. А там еще трое стоят дальше, мне же отъезжать надо, пока я еду, там следующий. Я раз у следующего остановился, окно открыл, а тот такой, вас же вроде проверили. Я говорю, да, но я вам хочу комплимент сказать, вы хорошо выглядите. Он такой, ну что, правда? Я раз к третьему подъезжаю, третий стоит, такой смотрит, я опять остановился. Он, чего? Я говорю, до хорошего дня вам, просто хорошего дня. Он, спасибо, спасибо. Мало нам кто желает хорошего дня. Когда мы говорим людям просто хорошие слова, когда мы просто людей любим, просто, вот как мы по природе любим, у людей лучше становится, и у нас хорошо становится. И несмотря на то, что, может быть, наше здоровье говорит, что жизнь нам не светит прожить долгую, слушай, сегодня просто вкладывай в пять вещей. Пять, которые я для себя открыл, вот пять важных вещей относительно твоего здоровья. Питание, дыхание, движение, сон и гигиена. Вот эти пять вещей, если вы повесите на стене своего дома, я не знаю там где, у себя в комнате, и всегда будете следить. Гигиена, это значит, сам чистый, ну внутри там паразитов никаких, прогнал, да и все, что там еще. Потом, движение, спорт, так или иначе, ну чего-то нужно делать, нельзя вот быть ужасным человеком. Люди как-то вот думают, что если ты духовный, то ты обязательно должен быть какой-то вот отрешенный от всей спортивной физической жизни. Ну почему? Почему священник обязательно должен быть с каким-то брюхом, такой вот тяжело дышащий. Ну слушайте, вам хочется такого человека слушать, зато духовный какой. Моя Библия говорит о том, чтобы мы следили за храмом, за храмом Божьим и подразумевает наше тело. Он говорит, не знаете ли вы, что ваше тело храм Святого Духа. Вот поэтому мы говорим, не надо курить, не нужно разрушать свой храм, потому что Бог тебе его доверил. Движение второе. Третье. Дыхание. Очень важный момент. Потом сон и потерял пятое. Питание. Питание, дыхание, гигиена, движение, сон. Все легко. Запомни. Будешь эти вещи соблюдать, стараться, проживешь ну лет хотя бы на 10, чем должен был быть. Итак, третье. Очень важная инвестиция. Очень важная, важная, отметьте себе инвестиция. Когда ты сегодня сеешь, а пожинаешь через некоторое время. Это инвестиция в твою семью. Нельзя экономить на семье. Потому что жизнь, она такая штука, ты можешь переехать в другой город, ты можешь думать, что твои друзья пройдут с тобой всю жизнь. Ну поймай себя на мысли. Ты в школе с кем-то учился, у тебя были там друзья, не разлей вода. Вы там спали на соседней кровати, вы целовались, клялись там на крови друг другу быть вместе. Друзья, лучшие подружки там, друзья. Прошло 20 лет, ты встречаешь их где-нибудь в магазине, вам даже поговорить не о чем. Вы замечали? Встречаешься? Привет, ну что, как дела, как детей сколько-то, сколько-то, все. И ты даже поверить не можешь, что каких-то 30 лет назад казалось, что все, сокровенные тайны доверяешь. Соответственно, самое дорогое из близких тебе людей, ну конечно люди в твоей семье, безусловно они. Так тогда почему мы экономим на них, вкладывая во что-то иллюзорное? Не находим время на то, чтобы попитаться вместе с ними, то есть я имею в виду принять пищу вместе. У нас в семье это принципиально важно, и моя супруга здесь сидит. Тем более наше племя растет, уже дочка вышла замуж, сын женился, невестка беременна, еще две дочери младших. И мы садимся за стол, теща, все кто там в живых остался, скажем, из старшего поколения. Мы садимся на общий стол, есть, это принципиально важно вместе, это сакрально. Иисус в последнюю вечерю, когда подал чашу и сказал, это кровь моя, он сказал в тот момент, когда они ели вместе. Семья должна есть вместе. И во время еды не надо спынькать друг друга, подзатыльники давать, вилку не так держишь или еще что-то. Друзья мои, это место проявления нашей любви. Однажды прочитал какую-то фразу Дональда Трампа, говорит, для того, чтобы своей семьей не встречаться в судах, я встречаюсь с ними в ресторанах. Ну такая вроде фраза, но в этом что-то есть важное. То есть, чтобы потом не судиться с близкими людьми и не быть в ненависти, в раздрае, сегодня нужно с ними вместе проводить время, сегодня кушать вместе. Вообще, у нас как-то в культуре, в русской, есть такой негативный момент, как-то считается даже каким-то хорошим тоном, постоянно дергать своих детей, на них поднимать голос, причем в присутствии вот других. И, кстати, опять же сегодня утром, сегодня, подъезжаю к заправке, заправиться пораньше, выехал, иду на заправку, идет женщина молодая, и у нее ребенок, ну не знаю, там лет 5, может, парнишка, зашел с ней, и он что-то, кстати, не шиловливый уж сильно, что-то подошел там, с полки взял, то ли конфетки, то ли что-то. Говорит, это мама там, все дорого. Не трогай! Не-не-не! Я тебе что сказала! И я вдруг думаю, я всегда это слышу и вижу, вот всегда мамочки что-то, они вот дергают, и причем как-то это надо показать всем окружающим, мол, оп, я его как держу в кулаке. А, да, 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 ты че это лезешь? Причем хорошая машина, хорошо одетая. И вот я стою, понятно, что я не полезу в их семью, ну, понятно, я человек чужой, она меня, может, пошлет куда-нибудь. Но хотелось сказать, ну, слушай, зачем тебе это? Пацан ничего дурного не сделал, ну, взял конфетки, ну, положил на меня. Да он пацан, он ребенок, это естественно. Но я вижу, это как будто бы игра какая-то на окружающих. Вот показать, что я вот как ору на своих. А потом, сея сегодня, ты пожнешь завтра. И пожнешь тоже какую-то неприязнь. Поэтому сейте сегодня в эмоциональное состояние своих детей, в эмоциональный банк своей жены, своего мужа. Вот эмоциональный банк, это как обычный банк. Вот кладешь деньги в банк, там деньги растут. А так же эмоциональный банк. Ты вкладываешь эмоции раз, вкладываешь эмоции два, и там счет растет эмоциональный. Потом, ну, что-то поругались, убавился. У некоторых уже кредиты такие, что уже коллекторы приходят, уже в эмоциональный банк. Там уже все, черпать неоткуда. А я потом, как пастор, сижу с этими людьми, разговариваю. Они, дети, ненавидят родителей. Родители ненавидят детей. И ты думаешь, ну, где же они это все потеряли? Недавно опять, простите уж, приходится с кафедрой, как пастор, делиться непросто вот такими абстрактными вещами. Моя мама покойная сейчас бы не сделала замечание. Моя мама терпеть не могла, когда я рассказал, что это из семьи. Она всегда, не говори про себя. Ты либо хвалишься, либо себя унижаешь. Мамочка моя драгоценная. Ну, мам, прости, она сейчас на небесах. Так вот, а мне всегда тянет как раз про себя рассказать. И недавно кто-то вот просто сказал, говорит, у тебя, пастор, дети такие хорошие. Вот так как-то сказал человек. А я себе отметил, думаю, а что я сделал для того, чтобы дети были хорошие? Да ничего не сделал. Вот реально. Вот так взять, чтобы я вот делал что-то и хлепил. Вот люди столько вкладывают в психологию, думают, вот надо что-то вот, вот прям что-то, с пальцем. Да ничего. Мы ели с ними, ходили в церковь вместе, всегда. Я какие-то замечания делал, порол время от времени, тоже по Писанию. Все нормально. Кнут, пряник, все как положено. Все как в Писании. И ты знаешь, и дети как-то сами вырастают. Они сами, как цветы. Ты ничего не сделаешь, они растут сами по себе. Но твой вклад сегодняшний, твои инвестиции, которые ты вкладываешь сегодня, они потом через 20, через 30 лет дадут свои ростки. Читаем.